В прошлый раз мы вспоминали о пяти красивых играх на PlayStation, и вы справедливо заметили, что многих достойных игрушек не было названо. Что же, в таком случае давайте рассмотрим еще пять самых красивых игр для PlayStation. Итак, начнем! SmackDown, часть 2, Know Your Roll. Начну я свою подборку с достаточно известной рестлинг игры на PlayStation. Известная она потому, что ребята с Тичкию неплохо заморочились и доверили разработку игры старательным японским разработчикам студии Юкис. Раньше они делали достаточно мелкие проекты, которые не выбирали за пределы родины, а тут игра по большой лицензии, оплошать никак нельзя. И в результате игра получилась во многих аспектах хорошей. Помимо богатого набора персонажей, режимов игры и самой карьеры, здесь также есть возможность создания и кастомизации собственного бойца. Набор достаточно широкий, действительно, можно сотворить своего персонажа, который будет уникальным и запоминающимся. Но у нас не только есть возможность дать нашему бойцу индивидуальный внешний вид, но и установить к нему свою боевую систему. Львиная доля ударов, захватов и спецдвижений взяты от других рестлеров, конечно же, но также есть пара-тройки индивидуальных боевок. В процессе настройки можно все это дело оценить, посмотреть и поставить то, что хочется. А еще можно неплохо так отрегулировать баланс бойца, либо сделать его очень быстрым, или очень сильным, или же просто сбалансированным. Как вы распределите скилл очки для собственного персонажа, зависит только от вашего желания. Для своего времени и жанра графика SmackDown просто превосходна. Хотя мы говорим о второй части, с первой она во много идентична. Но во второй части добавили еще больше бойцов и слегка улучшили графику. Если упомянуть технические детали, то на каждого бойца ушло чуть более 500 полигонов. Для 32-битной консоли это очень хороший результат. Особенно, если еще учесть, какое огромное количество моделей персонажей хранит в себе игра. Благодаря этому персонажи получились, насколько это возможно, ровными и детализированными. Действительно, бойцы не столь угловаты, как это часто бывает в PlayStation играх. Правда, пришлось сэкономить на фоне. Болельщики, смотрящие поединок, откровенно картонные, имеющие за собой пару-тройку кадров анимации. Но это можно понять. На экране могут находиться до 4 бойцов, окружение, ринг, стало быть, одновременно консоли приходится обрабатывать свыше 2000 полигонов на экране со всеми эффектами света и теней. Не в каждой игре такое встретишь. Главное, что удалось сохранить плавность геймплея. В ней вы вряд ли встретите тормоза и дискомфорт, даже при боях вчетвером каких-то неприличных лагов вы не заметите. Все движения плавны и управление податливое. Здорово, когда графические изыски лишь дополняют преимущества игры и нисколько не портят геймплей. Смэкдаун 2 явно достойна своего места в этой подборке. Серия гоночного симулятора Гран Туризма стал одним из самых популярных франчайзов в Sony PlayStation. И каждая игра в своем поколении выжимала все соки и возможности платформы. Так было с самого начала. Говоря о второй части, можно с уверенностью сказать, что это была одна из самых продвинутых гонок своего времени для первого PlayStation. Да, многие сейчас избалованы новыми Need for Speed и другими играми текущего поколения. Но раз вы смотрите это видео, то это не о вас. Вы-то прекрасно знаете, в чем состоит истинная красота ретро-игр и как поистине круто воспринимались в то время тогда технологии. Начнем с того, что это одна из первых игр, где появилась имитация отражения от авто. Да, конечно, это именно имитация. О реальном отражении речь не идет. Малышка PlayStation не потянет такого. Но имитация, надо признать, была сделана весьма недурно. На каждом авто смотрелось уникально и менялось свое расположение при повороте. В общем, вела себя так, как и нужно. Это очень заметно на фоне других гоночных игр, где совершенно плоские статичные модели гоняют по трассам, не реагируя ни на тени, ни на блики. Если еще знаете гонки, где имеются подобные эффекты, напишите в комментариях. Модели большинства машин состояли из 300 полигонов, но были те, на которых ушло и 500. В целом, модель каждого автомобиля в игре максимально приближен к реально существующей, и для автолюбителя здесь самый настоящий рай. Gran Turismo 2 содержит в себе около 650 реальных авто и 27 трасс. Это просто титаническая работа над созданием каждой модели. Не будем забывать, что здесь самая крутая физика, иначе игра не была бы такой, какой мы ее знаем сейчас. К слову, большая часть технических возможностей железа как раз уходила на просчет физики. И разработчики старались наклебать не просто десяток разных типов физических моделей и рассортировать по всем машинам, а основательно проработать в отдельности поведение каждой из 650 машин. Тяжело даже представить, как это было непросто. Игра обрела много поклонников и получила статус культовый на каждой из платформы PlayStation. Тем временем, мы затаив дыхание, ждем выхода новой части на PlayStation 4. Можно не сомневаться, что и в новой части будет прорыв в графике и реализме физики. Colony Wars Red Sun Если вы не равнодушны к серии игр Star Fox и и подобным, то эта игра для вас. Космические баталии здесь всегда в самом разгаре. Разработчики-издатель у Colony Wars Psygnosis, и она уж знает, как делать хиты, вспомнить только, например, ту же серию Wipeout. Все три части Colony Wars были очень успешными на PlayStation, но третья часть особо продвинутая в графическом плане и в свое время впечатлила многих игровых журналистов. Первое, что приковывает внимание, это хорошо детализированные модели космических кораблей. К слову, их тут немало, как своих, так и вражеских, и у каждых есть свое оружие. Мы летаем и выполняем различного рода миссии, задач будет совсем немало. Игра состоит из порядка 40 различных уровней. Встречаются и очень большие космические лайнеры, модели которых совсем не дурно сделаны. Передняя часть, боковины, места для двигателей, все это исполнено очень и очень неплохо. Также среди графических красот используются различные световые эффекты, что делает космические баталии еще красочнее. Многие могли бы обвинить игру в том, что окружение достаточно однообразное, но это лишь на первый взгляд. Каждую пачку уровней мы будем играть на отдельных локациях, которых немалое количество. Все же сеттинг игры подразумевает открытое межпланетное пространство, потому можно понять решение геймдизайнеров сделать упор на красоте боевых кораблей, как своих, так и вражеских, а также на спецэффектах, взрывах и тому подобное. По ходу событий сюжет будет раскрываться в отдельных кат-сценах, качество которых на высоком уровне, и они просто замечательно дополняют геймплей. Келлани Ворс, помимо отличной картинки, может порадовать и прекрасным, напряженным, но безумно увлекательным геймплеем, так что определенно стоит попробовать, думаю, и будет чем вас удивить. Файнал Фэнтези Практически все Файнал Фэнтези игры – это шедевры. Начиная с седьмой части, каждая последующая была культовой на платформе PlayStation. Во многом, именно эта игровая серия поспособствовала развитию популярности игровой системы от Sony. С каждым разом Square что-то меняла в дизайне внешнего вида игры, и девятая часть заметно выделяется из всех предыдущих. Благодаря опыту создания многих других PlayStation игр и тому, что Файнал Фэнтези 9 по сути является одной из поздних игр на платформе, ей удалось воплотить все лучшее, чему научилась талантливая команда из Square. По традиции, игра просто наполнена высочайшего качества Full Motion Видео сценами, что погружает в экстаз каждого, кто садился проходить эту игру. То, как поставлены и выполнены эти ролики, очаровывает и заставляет любиться в игру с первых минут. А что насчет графики и геймплейной составляющей? По сравнению с предыдущими частями, количество полигонов на моделях увеличили, а текстуры сделали поровнее, используя наработки по оптимизации с восьмой части игры. В девятой фантазии мы бродим по заранее отрендеренным двухмерным мирам, который выступает в качестве эдакого фона. Такой прием в те времена частенько использовался, но они здорово смотрятся, а здесь претензий нет, Square работает только профессионалы. Сами же бои проходят уже в полном 3D, как окружение, так и модель объектов. Их разнообразие очень велико, и как я уже говорил, они неплохо поднабрали в детализации. У Square игр уже традиционно, что они игра-то шедевр, а в графическом плане обязательно устроят какой-нибудь, если не прорыв, то явное достижение. А игры Final Fantasy их главные франчайзы, и потому выкладывались они всегда на полную катушку. Многие согласятся со мной, что вспоминая красивых игр PlayStation, но ум приходит какая-нибудь из частей Final Fantasy, а в этом эпизоде я решил поместить именно девятую часть. Когда Capcom впервые представила Dino Crisis, некоторые отнеслись к нему сперва скептически, дескать, стоит ждать удешевленный клон Resident Evil. Однако игра черпала лишь часть от того, что было в Resident Evil, это схожий визуальный дизайн, но технически геймплей на это были совершенно разные игры. В Dino Crisis был сделан упор на экшен в геймплее и приключения, а также технически вся игра была полностью трехмерной. Все же игру по выходу полюбили и были благодарны за совершенно новый франчайз. К счастью, он тоже не остался в зачатке и получил продолжение. Следующая же часть несла в себе большое количество улучшений, что поставило игру на качественно новый уровень, опередив предшественника. Идя по пути Resident Evil, во второй части было решено отказаться от 3D-окружения, заменив их отрендерными фонами, что в свою очередь колоссально снизило нагрузку на видеопроцессор консоли, добавив кучу дополнительных ресурсов на обработку модели. Благодаря этому главные герои и остальные персонажи значительно улучшены детализацией, качество текстуры и количество полигонов тоже улучшилось. Также порядком улучшена анимация, практически ушли от тех неряшливых движений, какими страдали наши герои в первой части Dino Crisis. Разнообразия в игре немало. Мало того, что постоянно будет встречаться какой-нибудь впечатляющий, недружелюбный динозавр, так еще и предстоит выполнить всякого рода нетривиальные задачи. К примеру, будет нетипичный уровень под водой, и мне лично он очень нравится, как он визуально исполнен. Даже кат-сценки на движке нагоняют нужную атмосферу. Так что Capcom двигалась в правильном направлении и сделала очень достойное продолжение, улучшив его практически во всех аспектах. Использовав опыт с Resident Evil, ему удалось создать совершенно новую игру, которая обрела своих отдельных фанатов. И сама игрушка имеет ряд своих собственных преимуществ перед Resident Evil, так что игра must have для PlayStation, вы это и так знаете. Как меня многие просили, отдаю ей место в этой подборке. Вот мы и снова обсудили очередную пятерку игр, которых можно и нужно считать красивыми для PlayStation. Да, не спорю, красота для всех понятия сугубо субъективная, но по каждой игре я старался объяснить, что именно красивого я увидел, и почему это является таковым, не только исходя из собственного мнения, но и по техническим и логичным причинам. Надеюсь, споров на эту тему не будет. Если у вас еще есть предложения, какие игры являются безусловно красивыми на PlayStation, то пишите в комментариях. Если наберется немалое количество претендентов, то тогда я сделаю третью часть видео по этой теме. Ну а с вами был Дарт. Ставьте лайк, если видео было для вас полезным. Это очень помогает в поддержке канала. Подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Скоро увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...